Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. В прошлом ролике я призывал подписываться на мой канал всех без исключения и обещал, что следующий ролик вам понравится. Итак, резко меняю тему и захожу в топ самых дурацких инструкций и предупреждений в мире. Инструкции и предупреждения – это, несомненно, дело очень полезное и нужное. В конце концов, посмотрим правде в глаза, львиная доля всех несчастных случаев и скоропостижных смертей в мире наступает именно после того, как какой-нибудь особо одаренный житель нашей планеты громко заявит «Сдались мне ваши инструкции, я сам знаю, как лучше». Однако из каждого правила бывают исключения. Глядя на кое-какие предупреждения, заботливо составленные производителем, ратующим за здоровье и благополучие потребителя, невольно задумываешься о том, кто же из этой милой парочки все-таки идиот. Вот вы знаете, как правильно надевать трусы. Нет, досадные казусы временами все-таки случаются. И, встав утром не с той ноги, и с нехилого похмелья, запросто можно засунуть обе ноги в одну прорезь трусов и минут 15 отчаянно их натягивать, искренне не понимая, что же все-таки не так с этим чертовым куском ткани. Но инструкция для нижнего белья? Серьезно? В общем, спасибо тебе, дорогой производитель. Без тебя бы мы наверняка не догадались, что отправиться в офис с труханами на башке – это далеко не самый последний писк моды в деловом и официальном стиле одежды. Под водой не дышать. Соблюдать технику безопасности во время купания в бассейне – это дело святое. Да и с тем, что дышать под водой нежелательно и вредно для организма, если ты, конечно, не человек-амфибия, как-то тоже в целом и не поспоришь. В общем, совершенно правильный и очень полезный знак. А если кто с ним не согласен, то вперед, ребята, попробуйте, вам понравится. Ихтиандры вы наши. Ну что, простернемся? Только осторожно. Прибор вращается на больших скоростях. Людей в стиральную машинку не класть. Поздравляем тебя, дорогой производитель. Ты только что умудрился до предела расстроить всех любителей городских легенд и фильмов ужасов, которые давно мечтали вместе с парой свежевыстиранных трусов и носков извлечь на свет чью-то отрубленную голову. Как дальше жить, непонятно. Ну, вся надежда осталась только на промышленные сушилки и микроволновые печи. Может, хоть туда кто-нибудь, кого-нибудь засунет, а? Ну, пожалуйста. Как в морг везете. Он еще штраф не заплатил. Именно это может прийти в голову после прочтения следующей инструкции. Смертельно опасно. Высокое напряжение. Прикосновение к проводам грозит смертью на месте. Штраф 200 долларов. Штраф? Что, правда? Ну, ладно. Тогда лучше не будем. 200 баксов на улице не валяются. А если серьезно, то нам действительно хочется увидеть того законопослушного гражданина, который, раскаившись в бессовестном административном нарушении, отправится платить штраф в управление общественного транспорта, подержавшись перед этим минутку за высоковольтные провода. Чтобы сказать «пальчики оближешь», нужно перед тем, как есть пиццу, открыть коробку. Тут тоже, собственно, все логично и закономерно. Схомячить пиццу, не открывая коробку, было бы как-то проблематично. В любом случае, если вдруг заказанная в вами полчаса назад маргарита на вкус подозрительно напоминает картон, подождите немного перед тем, как звонить в пиццерию и требовать прибить над дверью голову менеджера. Сверьтесь на всякий случай с инструкцией. Кто знает, может, печаль, беда приключилась совсем не с менеджером, а с вами. А сколько раз в день вы доите свою кошку? Дорогие покупатели, пожалуйста, обратите внимание, кошачье молоко добывается не из кошек. Ну, тут, собственно, без комментариев. А то найдется умник, который чего доброго запихает собственную кошку в соковыжималку. И только для того, чтобы ее... Ее же потом этим и покормить. С тем, что нацепить стильную хипстерскую шапку вместо сапога будет как-то не очень удобно, и лучше ее где-то там на голове пристроить. А вот посерединке-то что у нас? Шляпой не подтираться? В шляпу не гадить? А-а-а, осторожно, меньшинства не спят. Берегите свою пятую точку. Наверное, так. Рубашку на себе не гладить. Привет, девяностые. Дорогие друзья, а вы уже чувствуете этот замечательный аппетитный запах горелого мяса? Это у нас с девяностыми запахло. Осталось еще в инструкции к обогревателям написать «к ногам не привязывать». А в инструкции к кусачкам написать «зубы не вырывать». А в инструкции к паяльникам для ректального осмотра категорически не использовать. «Постойте-ка». Нет, правда, «постойте-ка» с паяльниками в прошлом пункте мы, кажется, несколько погорячились. «Комплект универсальных прецензионных отверток в мочеиспускательный канал не вводить». Интересно, а прецеденты-то были? Нет, мы, конечно, все понимаем, многое видели и свечку нигде держать не собираемся. Но покажите нам этого человека, после которого производитель отверток решил отдельно на видном месте и большими буквами написать, что совать инструмент в своего дружка будет далеко не самой удачной затеей. Ну как, понравился ролик? Ну, я ведь обещал. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.